всем привет с вами юля и я к вам сегодня с подарками у меня целая куча рукодельных подарков во первых хочу показать подарок от марины филипповой мы с ней сдружились конечно же в интернете на фоне наших совместных проектов которые у нас проходят уже длительное время и марина решила меня побаловать небольшим презентом прислала мне вот такие носочки тепленькие пушистенькие мягенькие это потому что мой борг постоянно хочет постоянно ворует мои тапки и вот чтобы тапки не воровались у меня вот теперь такие теплые пушистые носочки и также добавок вот такой вот красивый кулочек который может играть роль ароматизатором ну если честно конечно даже вон ароматизатор немножко жалко симпатичный кулочек сюда можно что-то капнуть немножко эфирных масел где-то повесить и будет вот такая вот красота очень кстати интересная вещица нужно будет воспользоваться ароматизатором но наборчик вы видите мы сейчас его откроем и посмотрим а также в посылке были конфеты да шкатулочка моя конфеты российские самые советские самые известные и конечно же очень вкусные при медведя ленка еще тут разные такие конфетки в общем по одной конфетке я себя вот так иногда балую пусть пока хранятся в такой шкатулочке и вообще в этом подарке чувствуется знаете такая материнская любовь и забота ребенок должен быть в тепле сыт и занят чем-то полезным вот ну и чтобы ребенок не скучал вот такой наборчик от фирмы реолис это у нас такие прекрасные бычки у нас же год быка поэтому нужно вышивать символ быка кстати никогда еще символы не вышивала будет интересно что то такое выполнить и как-то оформить давайте откроем мы посмотрим этот набор значит у нас что написано в наборе вышивка крестом здесь у нас крест стежок по пластиковой конве фетр французский узелки вышивка шерстью три изделия каждая 7 по 10 сантиметров есть магниты можно сделать магниты третий ленка вот так вот с обратной стороны наборчик выглядит вот так здесь также есть небольшая представленная линейка тоже сюжетов на такую деревенскую тематику давайте откроем и посмотрим содержание этого наборчика очень сильно запечатано нужно воспользоваться должницами здесь вот так вот еще по хитрому здесь еще марина пристроила два набора игл вот фирмы rto это всегда очень полезно 24 26 размер прекрасно всегда всегда нужны иглы так мы открываем наш набор так смотрим что наборе смотрим что в наборе здесь у нас есть ага есть три вот таких магнита не диновых дальше мы не очень сильно вижу два колечка и иголочку так здесь у нас две планшетки с ниточками мулина шерсть 8 цветов очень красный яркий белого много самих цветов вот так не очень много посмотрите какие красивые ниточки планшетки но всегда всегда конечно же ниточки они красивые всегда практически и вот такой вот небольшой кусочек пластиковой основы мне казалось будет побольше и фетр мягкий тонкий зеленый очень хорошего качества фетр так я думала правда не будут побольше бычки и это у нас крупная пластиковая основа посмотрим немножко на схему вместе с вами сейчас делал обзор я долго затягивать этими бычками не буду я думаю что здесь вышивать особо нечего так вышивается в три нитки в три ниточки есть бэкстич его немного но есть если показано как нужно собрать игрушку но я скорее всего сделаю их на палочки им тут а еще можно магнитик сделать да вот показано как делать магнитик такие бычки колечко одет одно в ухо вот этому носик а это так у нас просто в шапочке так схемка очень очень понятная крупная даже для детей мне кажется что будет понятно так ну что ж ну что ж я думаю мы на следующей неделе с этими бычками потихонечку начнем расправляться не знаю смогу ли я промышать за неделю начну вышивать а дальше уже посмотрим вот такой у меня здесь презент очень очень приятный благодарю за внимание спасибо большое марина будет обязательно все этим пользоваться вышивать конфеты кушать носочки носить и еще один долгожданный подарок полтора килограмма я тащила с почты этот подарок пришел от моей рукодельной феи которые периодически балуют меня вот такими большими подарками спасибо огромное за внимание за столько теплоты галина мне здесь прислала целую целую кучу разных наборов и полезных аксессуаров вот первое то что перед вами это что когда я открыла меня сразу порадовала это целая куча разных чехлов для нурге для пялец и для для металлических круглых и для деревянных и деревянных а пластиковых квадратных разноцветные очень яркие цвета конечно же всегда нас радует и вдохновляют мне все все очень понравились здесь вообще вот такой весенний рисуночек с подснежниками ткани мягкие вот этот очень тоже прикольный такой рукодельный здесь у нас ножнички бобиночки булавочки все все то что мы очень очень любим такие вот классные труселя для организации процессов и конечно же приятно потому что процессы будут более яркие более интересные дальше что еще по мелочам чтобы мы с вами не потерялись вот здесь есть вот такая вот иголочка она и как бы и счетная и в то же время для того чтобы можно было подгибать основу эту иголочку показать чтобы ее было видно даже не знаю не взяла какой-то белый листочек что-то на чем можно ее хорошо показать это иголочка она пойдет у меня в украшение к моей бескорню который я вышиваю от реоли с расцвет как раз вот в таких вот лиловых оттенках но туда пойдет как украшение и периодическими конечно приятно пользоваться здесь видите есть вот такая закрутка заглушка чтобы ткань нужно было присобрать и потом вот так вот закрепить кстати такими иголочками я знаю что по моему шарфики подкручивают девочки у нас они для рукоделия и есть но здесь тоже такая пуговка симпатично деревянная и есть вот такая штучка это по моему у нас для игольницы сюда нужно что-то сделать и будет игольница если правильно понимаю нужно как раз что-то сюда придумать что-то вышить и как-то организовать какую-нибудь красивую штучку я подумала над этой игольницей красиво вот что еще здесь из аксессуаров вспомогательных вот такой контейнер очень в контейнер для бисера посмотрите здесь очень много баночек как раз под остатки потому что у меня с организацией бисера есть конечно проблемка он у меня практически не организован я его обычно всыпаю в какие-то пакеты все вместе не сохраняя по цветам ну потому что я бисером редко вышиваю и особо задумываться о хранении чтобы нет смысла но вот здесь много бисера и для организации каких-то процессов мне кажется тоже будет очень удобно у меня кстати есть бисерные 1 бисерная работа для которой мне кажется очень даже подойдет также здесь вот такая салфеточка очень полезная вещь и в рукоделии и хозяйстве поэтому все все в дело ну и приступаем к наборам самое интересное наборчики ну и перед вами уже здесь лежит мелькает без корню не без корню опять почему-то называют без корню конечно же игольница от фирмы риолис видим ракушки очень красиво и интересное изделие не она очень-очень понравилась эта вещица и конечно же я хочу ее в коллекцию в этом году я буду создавать себе коллекцию вот этих игольницы от фирмы риолис без корню тут разную тракушку буду сейчас вышивать здесь у нас ниточки мулине нитки мулине аида она двухсторонняя если правильно понимаю с одной стороны у нас вот рисунок вот такой цветочки с другой стороны морская как бы ну ракушка изображена но я так понимаю морской стиль внутри пришиваются бусины и получается вот такая красивая интересная ракушка так у нас здесь аида 18 каунта мулине анкор три цвета всего лишь бисер один вид бусины два вида наполните две золы вот они цвета ниточек но вышивки здесь много видите вот это все будет зашиваться вижу где-то пол крестом это крестом в общем обязательно мы к этому наборчику вернемся и я думаю очень скоро дальше дальше у нас бисерный бисерный набор икона спас нерукотворный фирма паутинка набор для вышивания бисером еще ни разу не вышивала и вы знаете умеет моя рукодельная фея меня вдохновлять и вот в прошлом году она мне дарила икону богородицу покрова я тоже сразу начала в течение года потихоньку вышивала с огромным удовольствием и вот этот набор тоже у меня очень сильно подталкивает к этому чтобы его начать и поскорее и потихоньку точно также вышивать пусть она вышивается в течение года за год потихоньку я ее эту работу вышью так давайте почитаем информацию отсвечивает отсвечивает ну что делать так паутинка россия москва производитель где же у нас состав набора бисер чехия ткань с нанесенным рисунком бисерная гладь инструкция а количество мистер написано так размер работу 20 на 25 сантиметров по количеству бисера здесь нигде не написано и открывать я сейчас пока не буду он там этот бисер есть конечно же есть но не буду открывать чтобы все это не растерять покажу немножко поближе насколько я смогу вам передать принт все очень качественно видны отверстия очень очень интересно ну что этот набор отправляется в мою чудесную коробку с планами на этот год и я буду стараться изыскивать время чтобы конечно же все вышить буду стараться отличный набор люблю иногда вот по чуть-чуть вышивать бисером так дальше панна всем известная серия их не пейзажи небольшие небольшие дизайны размер 17 на 17 сантиметров дизайнер васильева 105 наступить крестиков здесь у нас вот такой закат лук закат лето пасется лошадка очень красивый пейзаж интересно будет его тоже вышить красивую панны тоже есть раз как разработки я люблю все типа у них много всего интересного так что здесь у нас аида 14 каунт сложная строчка здесь правильно смотрим так 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 и звездочки непонятно здесь просто указано что здесь все уровни сложности какие бывают но на наборе я сейчас не вижу какой здесь уровень сложности аида здесь у нас 14 каунта наполнение тут я сейчас не могу найти сколько цветов такой пейзаж а это набор идет мою компанию у меня есть два набора вот фирмы анкор это новинки 2019 года где представлена эта деревенька почему именно эта деревенька потому что здесь есть две характерные вещи это канал это вот эти лодки амфибии я долго искала что-то за лодки на воздушных подушках называется это амфи амфибии лодки амфибии потому что они могут плавать и на воде и по льду скользить общем у них такое многофункциональное назначение и вот это вот башенка тоже на везде присутствуют на всех практически дизайнах поэтому это где-то место настоящее место в англии нужно будет поискать конкретно что это поизучать у меня есть одна отшитая работа и когда я увидела эти дизайны и поняла что они мне тоже нужны нужно все как вышивать в серию не хватало только вот этих лодок и волшебница моя осуществила эту мечту поэтому но тоже не на этот год на следующий но все равно будет потихоньку вышиваться вышлиться вот такой набор и еще один наборчик тоже получается в серию галина мне в прошлом году присылала кое что это еще здесь что такое к это магнитная лента я сразу не заметила закладка магнитная это прикольная штучка кстати для книжек видна закладка вот как приятно мелочи приятно да да вот в прошлом году галина мне присылала два таких набора там кубышка еще один оберег вот это третий берег нужно все вышивать один у меня вышит но вот эти еще мне не дошиты нужно будет тоже выполнить этот оберег неразлучники у нас здесь размер 16 на 21 сантиметр это у нас жар птица 18 цветов а и до 14 каунта так ну здесь не видно какая у нас аида что там за цвет по моему растек должен быть основа в этих наборах не очень качественная нитки здесь у нас по моему пнк в принципе можно вышивать но сложно здесь обычно заключается в бэкстич и ну вот в этом дизайне я смотрю не так-то его и много-много он но не такой уж сложный как в кубышке все эти обереги когда они вышиваются будут у меня текстильными сумочками для всех моих аксессуаров рукодельных вот в общем видите у меня здесь такая куча подарков я очень-очень рада довольна а не все подождите еще еще сейчас секундочку я вчера уже тут обновочки примеряла вот смотрите что еще было здесь еще в комплекте шли 5 цинольки вот эти пластиковые прямоугольные которые сейчас все девочки пробуют ну и я не удержалась скорее сразу тоже одевать их на мою вышивку тоже пробовать и чехол вот этот не захотелось нарядить потому что я здесь вышиваем моих птичек весну и я уже здесь и чехол нарядила и был еще вот такой магнитик виде листочка вот такой он тоже сюда пришелся в тему все так получается очень стильно красиво сделала вчера вышивала радовалась моим подарком и конечно же ну все здорово вот такие у меня здесь подарки я очень рада очень счастлива огромное огромное спасибо за внимание самое главное это внимание ну и конечно же хочется вышивать и все то что дарит поэтому буду стараться все сразу не выждется столько всего но потихонечку буду включать в мои процессы огромное спасибо еще раз всем моим дарительницам и спасибо вам за лайки и за ваши комментарии до новых встреч и всем пока-пока пока-пока